Доброе утро! Сегодня будет осенний влог. Сейчас я буду готовить себе самый вкусный лично для меня завтрак. Я являюсь одним из самых больших поклонников авокадо, кинзы и всего, что с этим связано. Я знаю, что есть масса вариаций тостов с авокадо. Вы можете дополнять его помидором, лососем, яйцом или всем сразу. Но я люблю самую простую версию. И, к счастью, сегодня я начинаю день именно с самого любимого тоста с авокадо. И сейчас давайте быстренько сделаем его вместе. И потом я покажу вам напиток, который я открыла для себя только осенью, хотя интернет о нем гремит уже довольно долго. Выкладываем авокадо на темный хлеб. Дальше разрезаем лайм или лимон. Немного сока выжимаем на авокадо. Прям граммулечку. Теперь берем крупную соль. У меня розовая, но это не принципиально. Теперь моя любимая кинза. Вот так. Теперь я возьму хлопья красного перца. Они очень острые, но я люблю острые, если честно. Так что я хорошенько все так посыпаю. И теперь я буду готовить куркума латте. Вы знаете, напиток интересный. Я признаюсь честно, что он у меня растворимый. Но я обещаю вам, что я буду пробовать сделать все сама. И когда найду свой идеальный рецепт, я обязательно поделюсь им с вами. Это такой пряный напиток, согревающий. Его также советуют пить при простуде. Я надеюсь, что вы не болеете. На этом мой завтрак готов. Приятного вам аппетита, если вы едите со мной. Всю прошлую неделю я практически ничего не снимала. Потому что я простыла. Осень это такая обманчивая пора года, когда то жарко, то холодно. Но сейчас все хорошо. Я просто не хотела пугать вас своим голосом. Так что сделаю сейчас озвучку. И поделюсь теми моментами, когда я наводила осеннюю красоту у нас дома. Раньше я не особо любила осень, а сейчас мне настолько нравятся вот эти, знаете, такие яркие краски. Мне хочется перенести их в наш дом. И, конечно же, я купила декоративные тыковки. Поставила их вместе с цветами у входа. Еще купила другие живые цветы, которые поставила в зале. Ничто так не вносит теплоту и уют в дом, как живые цветы. Конечно, я поменяла наволочки. Вы знаете, что я это делаю и по настроению, и когда наступает новый сезон, я зачастую покупаю их. Или на распродаже, или просто что-то недорогое. Это классно и быстро освежает интерьер и не бьет по карману. Теперь у нас вот так все выглядит совершенно по-другому и чуть ярче. Мне это очень-очень нравится. Также можно своими руками сделать осеннюю композицию. У меня получилась такая. Я купила разные сухоцветы, то есть это все засохнет и будет в таком виде стоять. Вы можете использовать шишки, желуди, листья, каштаны, что угодно. Ну и куда же без свечей. Я достала те, которые мне подарила моя Анетка еще на Новый год. И они идеально вписались в наш осенний интерьер. В кухне я также сменила некоторые детали. Вы знаете, мелочь, а приятно. Это могут быть салфетки, какие-то подстаканники, скатерть, дорожка, так как у меня. И, конечно же, живые цветы. Я хотела купить хризантему, но я их не нашла. Поэтому в этот раз розы. Вот такие небольшие перемены к осени. И обратите внимание на травы за окном, как они вымахали. Все это смотрится так уютно. И, господи, я кайфую от всего, что связано с домом. Сейчас мы находимся в ванной комнате. И я хотела быстренько познакомить вас с очень интересной новинкой. Года три подряд я пользовалась Foreo Luna 2. И очень довольна этим устройством для очищения кожи. После использования Foreo Luna кожа всегда гладкая. И уходовые средства глубже и лучше впитываются. Соответственно, лучше работают. И сейчас вышла Foreo Luna 3. У нее также такой лаконичный, скромный дизайн. И первое, что я заметила, что очищающая поверхность стала значительно больше. А ворсинки даже еще мягче. Прям такие нежные-нежные. И в этот раз я взяла себе щеточку для очистительной кожи. Она также выполнена из гипоаллергенного силикона. Ее достаточно просто помыть в проточной воде, что я, собственно говоря, и делаю. Также эта щеточка работает от приложения. Сейчас вам покажу. Я его уже скачала. Приложение, конечно же, бесплатное. Я уже зарегистрировала свое устройство. А там есть и другие. И нажимаем начать. Смотрите. Держиваем 5 секунд. Нажимаем кнопочку. И теперь у нас есть 16 уровней интенсивности очищения. Раньше было 12. И также приложение само отсчитывает 60 секунд. Еще я читала, что зарядки у нового устройства хватает на 650 использований. То есть ее нужно вообще крайне редко заряжать и не заморачиваться. Также у нее есть вот эта ребристая поверхность для массажа лица. А теперь давайте покажу ее в действии. Я прямо аж залипла. Я очень люблю делать массаж лица. Как раз сейчас утро. Мне не помешает немножко снять отеки. И здесь 4 вариации массажа. Сейчас мы будем использовать вот эту ребристую поверхность щеточки. И здесь все подробно расписано, что нужно делать, как долго продлиться массаж. И я вот сейчас простояла, читала. Все довольно просто. И пожалуй сегодня я испробую двухминутный массаж для укрепления зоны вокруг глаз. Вообще, девчонки, чем больше внимания я уделяю этой нежной области, но все аккуратно делаю, тем лучше она выглядит. Как-то свежее, кожа более подтянутая, такая упругая. И при помощи щеточки мы можем сделать массаж сразу трех зон. Мы можем пройтись по надбровной дуге, под глазами. И также нежно промассажировать область виска, то есть там, где у нас появляются гусиные лапки. У меня они в расслабленном состоянии, не видны, как мне кажется. Но когда я улыбаюсь, они, конечно же, проявляются. И вообще, профилактика это лучшее, что мы можем сделать для нашей кожи. Смотрите, нам показывают все. Подождите. Знаете что? Я была настолько увлечена всем этим процессом. И вообще, очень здорово начать день с такой приятной процедурой. Это не занимает много времени. Две минуты на оба глаза. И также там есть комплекс для шеи. Можно выполнить полноценный массаж всего лица. От меня, да, однозначно, я являюсь поклонницей бренда Foreo. Если вам интересно узнать больше, я оставлю ссылку внизу. Можете ознакомиться. Ну а на этом будем не то чтобы прощаться. Увидимся в следующей части влога. Осенний сезон официально открыт. Я уже достала свои тапули. Они у меня года два, наверное. Вот как только мы переехали, я начала их носить. И они до сих пор в нормальном состоянии. А вот эти ужастики меня очень сильно просили купить дети. Спустя неделю у Захара тапок развалился. Я сейчас его зашью. Я помню, я была ребенком. И я так умоляла маму, мам, купи мне вот эти пылесборники. Мама возмущалась, папа еще больше. Они жутко бесили моих родителей. Но я помню, что я от них кайфовала. Поэтому своим детям я тоже разрешаю такие тапки. К сожалению, они не служат долго. Но что поделать. Ну вот это такой элемент детства, который даже я вспоминаю с теплом. Поэтому, да, пусть носят. Пусть у них тоже будут такие воспоминания. Это называется готовь сани света. Я уже привыкла к тому, что где-то в ноябре появляется все вот это связанное с Новым Годом. Ну, чтобы в последних числах сентября, и когда за окном плюс 20 градусов, это как-то, знаете ли, странно. Стою, рассматриваю все эти конные принадлежности. Хорошо, иди. Игнаш, тебе макароны не нужны. Игнат выбрал себе кое-что. И знаете, что меня радует? Что все, что я покупаю, реально в использовании. Я люблю накрывать стол. Я люблю, когда посуда разнообразная. И одновременно, когда все подходит друг к другу. Нюшечка, зачем тебе чипсы? У них там срок хранения 2 года, наверное. Вот эта серия мне нравится больше всего. Очень красивая, такие нежные. И мне кажется, что на ней даже блюдо вкуснее. Игнат не трогай, пожалуйста. Интересный стакан, но, наверное, больше для украшения. Всякие тарелочки, на которых можно подавать десерты или просто закуски. Я не люблю есть из цветной посуды почему-то. Захар торчит в игрушках, а Игнат зато со мной. Можно узнать, зачем тебе соль? Видите, какой хозяйский ребенок. Макароны, соль. А что ты будешь готовить на обед? Машина. Машина, это другое дело. Игнаш, отнеси, пожалуйста, на место соль. Хорошо? Молодец. Интересный горшочек сразу с подставкой. Игнат как хвостик за мной. И днем, и ночью. Я вам серьезно говорю. Он приходит ко мне в постель. Ой, вот эти. И целый день. И на ручке к маме. Как-то не знаю, он больше внимания требует. Стой, зайка. Очень красивые цветы, да. Игнат любит, когда его снимают. Правда, зайка? Здесь часто можно найти что-то суперсильное по приемлемой цене. Если вы знаете, то оригинальные лампы такого плана стоят по несколько сотен евро. А это 100. Вот видите, чтобы она не была поцарапанной. Все прикрыто. Потом дома уже распечатываете. Космонавты, да. И я думала купить какие-то подсвечники красивые. Возможно, что-то есть на скидке. Много всего интересного. Как обычно, мы уходим ни с чем. Потому что ничего не зацепило глаз. Но у меня, как вы понимаете, достаточно всего. Но меня это вдохновляет. Я могла бы часами ходить, все рассматривать. Идем, да. Я в ступоре. Минут пять. Приехала домой. И вот не соображу, что с этим совсем делать. У нас ужасный ветер. Крокодил на месте. Что самое смешное. И все прям разбросал. Все цветы. И они настолько тяжелые, что я их не занесу в гараж. Вот не знаю, стоит их поднимать или нет. Потому что ветер снова их повалит. Он прям срывается. И зрелище не самое приятное. И, похоже, пальму он тоже может перевернуть. Бедные цветочки. Какой кошмар. Даже здесь все перевернул. Гляньте, какая катастрофа у нас. Ой. Выглядит это страшно. Я ехала на машине и думаю, что машина так шатает. В чем прикол. Но я даже как-то не ощутила, что настолько сильный ветер. Хоть бы деревья не поломал. Вот так сюрприз. Вы не поверите, но я нахожусь на пляже. Мы приехали на закрытие пляжного сезона. Я делаю курсы, потому что довольно холодно. И сегодня у нас 28 дентября. Желая музыка, всякие развлечения. Пойдем посмотрим. Здесь был пляж, который мы посещали практически каждый день в этом году. И даже успели разнакомиться с итальянцем, который приезжает на своем фургончике и делает настоящую итальянскую пиццу. У мальчуганов тоже радость. Такого мы еще не пробовали. Всякие игры для деток и также аниматоры есть. Все организовано. Молодцы. Здесь целое лето было очень мало людей. С одной стороны, я это ценю, а с другой, хотелось бы, чтобы здесь было больше народа. Потому что очень хороший, приятный пляж. И это местность Кудзинь. А озеро называется Крысбинув. Я напишу вам название. Возможно, в следующем году встретимся здесь, побеседуем. Одно из моих любимых блюд это такос. Это то, что я собираюсь научиться готовить. Это мексиканское блюдо. И я купила его в вагончике, где реально работают мексиканцы. Вот это кукурузная такая тоненькая лепешка. И внутри начинка. Я еще ела с такой помидорной сальсой, но здесь ее нет. Возможно, это была более такая польская версия. Но когда я сделаю, покажу вам в футбуке. Также у меня здесь вегетарианское мясо, сыр, кинза, лук и больше ничего не узнаю. И очень острая приправа. Это нереально вкусно. Несмотря на то, что все-таки это своеобразный фастфуд, ты себя чувствуешь легко. То есть тебе не тяжело жить, существовать после вот такого. Если вы едете на машине и вам вдруг не с кем поговорить, или вам не хватает общения, вы всегда можете поболтать со своим телефоном. Спроси Тома о Бигмаке, пожалуйста. Окей, гогле. Сколько калорий в Бигмаке? Представляете? Окей, гогле. Он отвечает на многие вопросы, даже анекдоты. Что это Батман? С ума сойти. В современном мире скоро вообще можно будет обойтись без людей. Сколько же вопросов было по поводу этой белой сумки. Я всегда все читаю. Я вижу, что вы мне пишете, о чем вы меня спрашиваете. Но я одна. У меня нет ни ассистента, ни монтажера, ни помощника, ни менеджера, директора и прочих людей, которые мне помогали бы. Иногда примерку одежды снимает Давид. Но это где-то раз в три месяца, наверное. Вот, я не успеваю ответить всем, откуда моя сумка-облако, но расскажу во влоге. Дело в том, что я бы не потратила несколько тысяч евро на трендовую сумку, еще и не самую удобную. К ней довольно сложно привыкнуть, в нее много всего помещается, но это реально неудобно, девчонки. Если нет ручки и носить вот такую довольно большую сумку в руках, ну, так себе. Я привыкла, мне нравится, но поймите, что это не та сумка, с которой ты можешь идти и в первый мир, и тебе будет суперудобно, комфортно. Нет. У меня есть две подружки, которые занимаются продажей одежды, обуви и аксессуаров. Они закупаются, и не спрашивала, где, потому что, как бы, это их тайна, и не хочу, чтобы они там думали, что я хитрю, что-то там планирую, не знаю, делать для своего бренда, которого еще нет, ну, мало ли. Но есть такие города в Польше, где можно купить оптом одежду, обувь и аксессуары. И вот одна из них прислала мне фотку, говорит, хочешь? Говорю, да, классная. Она мне ее подарила. Но внутри нет никакой лейбы, никакого названия. Что это такое? Надо ее протереть. Вот. И подкладки в ней тоже нет. Она из эко-кожи, насколько я понимаю, так прикольно закрывается. И, возможно, куда-то на выход или просто помодничать, это классно. Но если у тебя дети, и ты идешь куда-то за покупками, то поверьте мне, что... Ну, вот возьмите мешок какой-нибудь такой величины, походите с ним и поймете, что это просто-напросто неудобно. Ну, конечно, выглядит она эффектно, я согласна. Девчонки, я тут делаю разбор обуви, да, посмотрела видео Вики и вдохновилась. Покажу вам, от чего избавляюсь я и объясню, почему. И в дальнем-дальнем ящике я нашла вот такие шпиляки. Представляете? Я надевала их, обувала, точнее всего несколько раз. И да, конечно, в этой обуви лучше сидеть, нежели стоять. И вы знаете, они суперкруто смотрятся на ноге, на какие-то официальные выходы, на вечерние мероприятия, на праздники. Я готова потерпеть, скажу вам честно. И, например, такую обувь, которая, ну, прям секси-шмекси, я буду носить чем-то максимально классическим, максимально простым. Я вам скажу честно, что я очень люблю каблуки, но сейчас ношу их реже. И вот мне даже как-то радостно, что у меня есть такой экземпляр. Надо будет как-то нарядиться, порадовать Тома, который он очень любит, когда я на каблуках. Наверное, как большинство мужчин. Так, как обещала, показываю вам обувь, которой я даю вторую жизнь. И самая большая и основная проблема в том, что у меня по какой-то причине выросла нога. И я поняла, что у многих так случается с возрастом. Я думала, что раз у меня там 37-й, 36-й, 37-й размер, значит, так будет всю жизнь. Нет. Вот, например, сапоги, которые я покупала, ну, точно 7 лет тому назад. Подождите, до беременности первым ребенком, значит, около 8 лет тому назад. Они до сих пор хорошо сохранились, потому что я их носила очень аккуратно. И это были первые сапоги, которые я купила себе с моей такой хорошей первой зарплаты, да, когда я смогла себе позволить купить кожаную обувь. И вот страшно даже подумать о том, что раньше я считала, что это мои базовые сапоги на осень и зиму. То есть меня абсолютно не смущало то, что здесь вот такой каблук, шпилька. Ну да, еще есть небольшая платформочка. Я не стану озвучивать, что откуда, потому что это не особо важно, так как, ну, вы понимаете, что этим вещам очень много лет и сейчас это недоступно. Вот, и я помню, что я их так кремила с особой заботой. Я ничего нигде не обдерла. Да, чуть-чуть стерты набойки, но это нормально. И вы знаете, я даже сейчас не постыдилась бы выйти в них. Вот, заметьте, что это также сапоги-трубы, то есть здесь нет никакого замка. Они лаконичные, они спокойные, они не кричащие, ну, относительно. Вот, смотря с чем, ну, интересная, интересная модель. Аккуратно смотрится. И, наверное, я их продам, потому что они вот действительно очень классно сохранились. И мне жалко. Вот просто мне так все жмет, что я не могу, как бы я ни пыталась каждый сезон. Знаете, я практически уверена в том, что в актуальных коллекциях некоторых брендов все еще можно найти очень похожие модели сапог. Ну, мне придется их кому-то отдать, подарить или продать, что-то с ними сделать, потому что они не могут лежать дальше. Так как статистика показывает, что стопа у меня не уменьшается, чего-то такого, скорее всего, вы от меня не ожидали. И почему эти туфли до сих пор у меня, я без понятия. Я за них заплатила, даже сейчас помню, 20 евро. Это кожзам и это самые удобные лодочки на вот таком огромном каблуке, которые я когда-либо носила. И когда я показала их в инстаграме, многие девчонки написали, что у меня есть такие же туфли. И вот странно, но факт, они очень-очень удобные. И кто-то писал мне, что мода циклично, оставь. Я вот думаю, избавиться от них или оставить? У меня было несколько парней таких же, но похожих, скажем так. То есть что-то у них была общая платформа, очень высокий каблук. И сейчас я, наверное, убилась бы в таких. Мне страшно, я вообще с возрастом начала бояться высоты. И мне кажется, что я буду уйти в такую обувь, там упаду. То, что я опозорюсь, это полбеды, ну что я сломаю, не дай бог, ногу, кто будет возить детей. У вас тоже так? Напишите, пожалуйста. И пусть они еще немножко полежат. Я тоже купила с одной из зарплат. Я помню, что я ждала 14-го числа, когда я получу перевод. Я думала, куплю себе идеальные бежевые лодочки. И у них вот такой цвет, как я люблю. Такое кофе, разбавленное молоком. Носик и не слишком острый, и не слишком круглый. Это, скорее всего, просто какой-то неизвестный китайский бренд. И пусть они еще полежат. Не знаю, зачем. Но пусть побудут. Они прикольные, мне кажется. А вот эти ботинки я купила, будучи уже беременной Захаром. Это была осень, и мне не хотелось отказываться от каблуков. И я выбрала себе ботинки на вот такой танкетке. Я не знаю, в курсе вы или нет. Может, вы спокойно ходите в такой обуви. Но это настолько неустойчивый вид обуви, в котором вот практически сразу выворачивается нога на ровном месте. И я помню, что даже в положении я их не так много носила. Потому что, ну, я боялась, что не дай бог я упаду, что-то там произойдет. И родила Захара. Это была весна. И все, я уже не могла их обуть, потому что они стали на меня малы. Еще одна супер классная пара, которую я обожала. Она из натуральной замши. Я купила их на распродаже вообще буквально за копейки. Видимо, кто-то уже под конец вернул их. И мне повезло. Причем сейчас, опять же, я встречаю во всех магазинах масс-маркета очень похожие. И они клевые. Новая обладательница точно порадуется. Потому что они очень хорошо смотрятся. И с джинсами, и с шортами. Я носила их, помню, даже летом. Классные. И мне придется их обновить. Потому что, реально, я надевала их, и мне казалось, что это, ну, так модно, так красиво, так стильно. И, действительно, очень удачная модель. И здесь такой устойчивый каблук. Но, к сожалению, к сожалению, это 37-й размер. И я в них не выдерживаю. Я понимаю, что нельзя привязываться к материальным вещам. Но, к примеру, вот эти туфли, босоножки, как их можно назвать, ботинки, мне тоже очень дороги. Потому что это была весна. Игнашику было около 10 месяцев, наверное, может, 11. И меня пригласили на фотосессию. Я настолько опешила. Я не ожидала. И мне также предложили побыть стилистом. Я сама подбирала наряды. И это был такой крутой опыт. Я надеюсь, что он когда-то повторится в моей жизни. Вот. И после фотосессии мне предложили выбрать три вещи. Я попросила, чтобы мне дали вот эту пару обуви. И я так восхищалась ими. Они такие удобные. Они супер стильные. Ну, это натуральная замша. И вот кто знает, девчонки, их возможно как-то восстановить или нет. Потому что, вот как ни странно, они мне подходят по размеру. И вот если я их обуву просто так и пройдусь по улице, то будет нормально. Но если я их где-то сниму, то мне уже просто будет стыдно. Я действительно их много носила. И они каждый раз вызывают так много вопросов. Так много комплиментов также я получаю за них, что я бы с удовольствием продолжила их носить. Нужно поискать какую-то компанию. А вы мне скажите, возможно это вывести или нет. Потому что там, где пальчики, там тоже натуральная светлая замша. И они очень сильно затерлись. А так, ни каблук не отъезжает, ничего. Даже набойки не особо стерлись. Ну, там, немножко. Но я бы хотела носить их дальше. Потому что есть вот такие, знаете, и вещи вне времени. И обувь точно так же. И аксессуары. И последнее это... Та-дам! Шлепанцы, которые я быстро уберу. Потому что это уже... Это уже тоже не очень прилично носить. И втыкать вам в камеру, да. Я скажу так. Вот эти кожаные, между прочим, шлепанцы, в которых ходили все девчонки на протяжении двух лет. Их еще выпустили в разных расцветках. У меня у самой они есть в трех цветах. И вот честно, ни одна пара обуви не пережила бы столько, сколько пережили вот этим. Поэтому им уже пора на выход. Но так как мы вскоре собираемся ехать в отпуск, тоже в теплую страну. То я возьму их, поношу там. Будет и бассейн, или море. Пока что мы не определились, куда мы отправимся. Но в любом случае, это будет место, где все еще тепло. Или тепло круглый год. И вот там их и оставлю. То есть я их добью окончательно. И все. И у меня даже как-то нет какой-то такой прям трешовой обуви, за которую мне было бы очень стыдно. Но просто есть пары с историей, которые все еще были у меня в шкафу. И да, с ними придется расстаться. Я надеюсь, что этот кусочек вас также смотивировал на расхламление. Также я хочу верить в то, что вам сегодня со мной было интересно. И что я не зря снимаю. Если да, то не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Это также очень сильно мотивирует. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok